Привет, с вами Рейншмен, и сейчас будет очень-очень-очень странное высказывание. Я тут недавно оказался призом конкурса, в прямом смысле этого слова. Причем я узнал это только постфактум. В общем, сайт Аниман сделал небольшой конкурс, и, скажем так, кто выиграл, мог выбрать несколько параметров, там это, это или это, и вот один из таких пунктиков это было, собственно, задать вопрос мне. Собственно, вот вопрос. Автор вопроса, если я правильно прочту сейчас, Узумаки Наваха. Собственно, если я правильно понимаю, то ты из команды Valic Project. Привет тебе. На самом деле, хороший вопрос. Я рад, что это не какой-то очередной вопрос, кто самый сильный в Наруто, потому что его мне задавали уже тысячи раз, или кто сильнее этот персонаж, или этот. Такой типичный детский вопрос. Вот, а твой вопрос действительно интересный, и сейчас я на него отвечу. Лично у меня есть два критерия слива персонажей. Первый момент, это когда автор, допустим, из интересного персонажа делает неинтересного. То есть, или когда он очень сильно изменяет его характер, или же когда он недостаточно времени уделяет, там, на развитие характера, наоборот. Такой, допустим, персонаж, ну, вот лично для меня, это Нейджа. Он был очень крутой в первом сезоне, и ближе ко второму. Возможно, автор, не знаю, слишком изменил его, в принципе, изменил персонажа, и там, из какого-то такого самобытного, крутого персонажа, он стал типичным шиноби, как-то так, не знаю. Вот, и второй момент, это, естественно, когда автор просто убивает своего персонажа, но, как бы, есть два момента. Можно убить персонажа, предварительно его полностью раскрыв, как, допустим, сделали с Итачи. Или же можно просто взять и убить персонажа. А ты понимаешь, что из этого персонажа можно было, ну, еще много всего выжить на самом-то деле. Вот, собственно, вот два простых критерия. И из любимых персонажей, которых, я считаю, слили, ну, у меня есть только вот Нейджа. Больше я не считаю, что Кишимото прям кого-то так мощно слил. Почему Нейджа? Ну, собственно, вот потому что изначально это был очень харизматичный персонаж в первом сезоне, во втором он уже более блеклый, и когда его убивают, не знаю, я просто вижу, что, блин, зачем? Какой в этом смысл? Просто сделать какого-то мученика, но, вот, не знаю, для меня это было лишнее. И, что самое главное, когда я читал, я не сопереживал герою. На мой взгляд, это очень важно, потому что если ты не сопереживаешь герою в момент его смерти, то это печально. Ну, вот, то есть, ну, возможно, как бы, опять же, это вот лично мое мнение. Я думаю, что многим эта смерть показалась очень трогательной и печальной, но меня она, к сожалению, не задела. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Хотел сказать, пиши снизу комментарий, но ты, наверное, и так напишешь, ответил я на него или нет. Ну, а для тех, кто вдруг еще не посмотрел обзор на последнюю главу, то, парни, я не знаю, что вы здесь делаете. Давайте, давайте, вот, 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 щелкайте и смотрите. Вы еще здесь? Прикалывайтесь? Чуваки, это надо обязательно посмотреть. Прямо... В общем, пока. Мы должны в скором времени получить спин-офф про Какаши-сэнсея. Вот, но почему я говорю, что именно эта 700-я глава будет последней? Потому что, вот, лично у меня, не знаю, как у вас, но у меня эта глава, я думаю, отпечатается именно вот как конец Наруто. Потому что все остальное, это уже будет, скорее всего, как вот вытяжка, что люди пытаются что-то вытянуть из этого бренда и так далее, заработать деньги. Не знаю, насколько это будет удачно, но вот здесь вот, наконец-таки, Наруто стал Хакаги. Нам показали всех, скажем так, его друзей, кто кем стал, кто как выглядит. Вот, то есть именно вот эта, почему-то мне кажется, что глава, она отпечатается у меня как именно официальная, скажем так, концовка Наруто.